Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Общероссийский народный фронт подготовил поправки к законопроекту о банкротстве физических лиц, согласно которому для социально незащищенных членов семьи банкрота предоставляются дополнительные гарантии. При рассмотрении дела судом в качестве третьей стороны будут привлекаться органы опеки или соцзащиты. Они вместе с должником и кредитором будут участвовать в разработке программы финансового оздоровления. Кроме дополнительной защиты несовершеннолетних детей-должника, ОНФ предлагает еще две поправки, кардинально меняющие первоначальный текст проекта. Во-первых, установить минимальную планку банкротства в 50 тысяч рублей, а во-вторых, исключить ограничения на выезд банкрота за пределы России. Росгострах покупает страховую компанию «Согласие». Переговоры о присоединении находятся в продвинутой стадии и могут завершиться в ближайшее время. По мнению экспертов, речь идет о своеобразной санации портфеля автострахования компании «Согласие». Объединение усилий страховщиков и передача страхового портфеля Росгостраху в результате сделки окажутся на пользу клиентам страховой компании «Согласие». Сумма сделки может оказаться условной. Роструд до конца года перезапустит портал для нужд оставшихся без работы, где предложат соискателям приобрести полисы по добровольному страхованию от потери работы. По словам представителей страхового рынка, представители Роструда консультировались по этому поводу с крупнейшими страховщиками. Предложение сделано пяти компаниям. Альфа-страхование-жизнь, ВСК, ВТБ-страхование, Ренессанс-жизнь и Сбербанк-страхование-жизнь. По статистике Роструда за шесть месяцев 2014 года в России уволено 739 тысяч человек. Из них 123 тысячи попали под страховой случай в рамках страхования от потери работы. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно. Индекс РТС в первые минуты торгов снизился, а индекс ММВБ вырос до отметки 1440 пунктов. Среди лидеров падения Аэрофлот, Эон Россия, Сбербанк, ПИК и ММК. Растут акции Дикси, МВидео, Новотека, Преф и Башнефти и Татнефти. Снижение на российском рынке происходит на фоне сильного ослабления рубля и падения цен на нефть. Торги в Европе и США во вторник закрылись разнонаправленно на фоне завершения программы КУЕ-3 и сохранения уровня ставки ФРС. На азиатских рынках единой динамики также не наблюдается. Курс доллара на 30 октября – 42 рубля 65 копеек. Курс евро – 54 рубля 33 копейки. Золото стоит 1683 рубля за грамм. Серебро стоит 23 рубля 56 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 86 долларов 91 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...